Способность превращать благие начинания в пустышку хорошо прижилась в современном российском государстве. Сначала власти громко заявляют об очередной принятой федеральной программе, потом оказывается, что денег в казне на реализацию проекта катастрофически не хватает. Тогда Центр сбрасывает финансовую ответственность на регионы. Спустя какое-то время программа благополучно умирает, не успев окрепнуть. Примерно по такой схеме сейчас воплощается в жизнь идея предоставления земельных участков под индивидуальное строительство. Подробности у Аллы Левиной. Заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования посетили участники льготной программы для многодетных семей. Слишком много вопросов скопилось к чиновникам. Ответы или неубедительные, или неутешительные. Эпопея с выделенной на левобережье площадкой, принадлежащей Министерству обороны, закончилась все же ответом ведомства. Вердикт – строить можно, хотя есть одно «но». Есть ограничения определенные, которые не касаются индивидуального жилищного строительства. Петарды нельзя запускать, нельзя радиационную технику определенного уровня. То есть это просто запретная зона военного объекта. На сегодняшний день самая главная проблема большинства участников программы – это строительство инженерных сетей, а точнее их полное отсутствие на выделенных в безвозмездное пользование земельных участках. На 802 таких площадки проектная документация готова. Формируется заявка для федерального центра. Ее стоимость – более миллиарда рублей. Вот и сами новоиспеченные собственники не имеют представления, как им быть. Можно и материалы завести, и начать дом строить, но если только дедовским способом, без использования современных инструментов, которые от электричества питаются. И тогда самим дежурить сутками, охраняя данное властью с барского плеча добро. Другой альтернативы нет и в ближайшее время не предвидится. Нам нужен свет. Люди строятся, уже дома, уже люди живут, там уже бомжи. Мы не можем даже просто организоваться и поставить какой-то, ну как бы, сарайку какую-то, чтобы охранники какие-то жили, чтобы караулили эти дома, да, потому что нету света. Главное – это электроэнергия. Тут же битону мешалку включить или еще что-то включить. Главное – электроэнергия. По государственной программе в Омске предоставлено более 800 участков. На очереди стоит почти 4000 семей. Судя по темпам реализации проекта, новоселье они справят еще не скоро, а может и не справят вовсе. Федеральные программы имеют свойство исчезать, когда чиновники уже не видят их целесообразными с точки зрения своих интересов. Как оказалось, вот сейчас, как мы услышали, что даже не планируется поселок, вот Маргелова, в частности, я живу, что он даже в планах, его нету, не стоит. То есть получается, что я действительно, мои дети уже будут, ну, старичками, наверное, когда я все-таки построюсь, и когда моя мечта вдруг исполнится. Хочется верить, что мечта нескольких тысяч омичей о строительстве дома для большой семьи когда-нибудь сбудется. Повезет тем, чья очередь подойдет раньше. Российское законодательство слишком переменчиво в последнее время. Алла Ливина, Юрий Дорошенко, Обком ТВ.